13-летний мальчик получил сильный удар током в одном из парков Махачкалы. Он забрался на дерево и случайно коснулся оголенного провода под напряжением. Подростка доставили в ожоговый центр РКБ. Его состояние оценивается как тяжелое. У мальчика глубокая электротравма с поражением 13% поверхности тела. Врачи борются за его жизнь. Пить не рекомендуется. Жители микрорайонов Загородный, Семендер, Красноармейская и проспект Акушинского, 82, попросили воздержаться от использования в пищу воды из-под крана. В результате отбора проб питьевой воды на водоводах Меотли Махачкала было выявлено превышение допустимой нормы мутности. Сотрудники линейного отдела полиции на станции Дербент по подозрению в незаконном хранении наркотических средств задержали 21-летнего местного жителя. Молодого человека доставили в дежурную часть, где в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли пакет, в котором находился порошок белого цвета. Экспертиза показала, что содержимое является наркотическим средством мифедрон, общей массой около 30 грамм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По данным Росгидромета, в период до 5 апреля местами по горным районам республики ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Службы спасения рекомендуют быть внимательными. По статистике, в 9 случаев из 10 виновником природных пожаров становится человек. Самые частые причины – это незатушенные костры и брошенные окурки. Житель Унцукульского района подозревается в краже Золотого кольца стоимостью 350 тысяч рублей. В Ленинский отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что 29-летний мужчина, с которым она состояла в близких отношениях, украл принадлежащее ей украшение. Подозреваемый был задержан, однако, по его словам, женщина сама попросила его заложить украшение в ломбард еще в июне 2021 года. Все вырученные деньги он якобы передал ей. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают достоверность показаний участников инцидента.